Ну что, всем привет, меня зовут Стас, и у нас сегодня iPhone 7 Plus. Поехали. Самые вкусные цены на технику Apple, а также продукцию других производителей вас ждут в магазине SoftClub. Ссылка в описании. Так, давайте этого красавца посмотрим. Значит, в принципе, чем отличается iPhone 7 Plus от любого другого iPhone, который на сегодняшний день есть. Во-первых, если вы зайдете на apple.com, то купить его просто так не сможете, у вас будет отдельный раздел, потому что iPhone Plus Red не поставляется с основными айфонами. Ну, как-то вот так вот они решили. То есть, если вы выбираете iPhone 7 Plus или iPhone 7, то выбрать цвет конкретно Red у вас не получится. У вас будет отдельно вверху эта рубрика, посвященная именно Red продукции, которую на сегодняшний день компания Apple делает. Это iPod, если вы знаете, то есть они стоят чуть-чуть дороже. У вас идет часть денег на благотворительность отправляется. Вот как-то вот так. Итак, у нас тут есть красненькая Red, у нас есть, кстати, вот не во всех версиях идут вот такие скрепочки, поэтому не ругайте своих продавцов, там у кого покупаете, и нас тоже не ругайте, потому что это не мы делаем. Вот, очень многие идут без этих штучек. Итак, это мы тоже убрали. И вот он красненький айфончик. Давайте мы к нему пока вернемся. Итак, чем отличается, во-первых, почему-то коробка здесь матовая. Не знаю, я не обращал внимания, возможно, раньше. Здесь все то же самое. Наушники с переходником, кабель. И вот эта зарядка, она тоже отличается. Они идут либо тройные, это Великобритания, там, кстати, это у нас откуда. Да, вот как раз Великобритания у нас и есть. А с Гонконга, по-моему, тоже такую идут тройную, но в общем, не важно. Итак, вот он наш айфон. Ух ты. Здесь даже написано red. Ну, то, что вы видите сейчас, в принципе, на экране. Крутяк, крутяк, крутяк. Во-первых, компания Apple делает очень хитро. Да, ну, во-первых, я себе точно куплю красный айфон, и на таких, как я, компания Apple делает основные деньги. Но это уже такое, это уже нюансы. Итак, в принципе, вопрос в том, какого цвета красный айфон, да, то есть матовый или глянцевый. Обратите внимание, он именно матового цвета, матовый и красный, с белым экраном. Почему, кстати, с белым, тоже непонятно. Компания Apple, мне кажется, если бы выпустила черный, было бы спроса на нее куда больше, чем на белый. Вот, но в любом случае, если вы поменяете экран в каких-либо сервисных центрах, возможно, даже у нас, а вы можете, кстати, перейти на сайт, да, и просмотреть все цены на айфон, то у вас не будет работать отпечаток. То есть, это в любом случае, вы меняете либо всю плоскость, либо у вас белый остается отпечаток. Но как-то так, красавец, товарищи, кстати, он точно такой же абсолютно по весу, по характеристикам, ничем отличается от другого продукта компании Apple, да, именно D7+, там, Black, Jet Black, там, и так далее. Но пока так, матовый, красивый и больше, в принципе, сказать нечем. У меня белый, я впервые, кстати, выбрал именно белый айфон, потому что мне на белом корпусе очень нравится черная камера. Здесь, в принципе, выглядит тоже очень круто. Как я сейчас смотрюсь, как малышка какая-то или нет? Ну, в общем, я его точно возьму, однозначно, даже не буду ни о чем думать, ну, как-то, как-то так. В общем, покупайте, заходите на наш сайт и смотрите. Ничем не отличается матовый и красный, правда, чуть дороже, но как-то так. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok